Он мечтал изучать Мексику, а открыл современникам мир Древней Руси. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения российского историка и археолога, академика Бориса Александровича Рыбакова. Его спорные, на первый взгляд, идеи совершили настоящий переворот в науке, заставляя по-новому взглянуть на, казалось бы, хорошо изученные страницы отечественной истории. Сегодня имя Рыбакова ставят в один ряд с Карамзиным, Соловьем, Ключевским, рассказывает Лидия Вахонина. Когда Борису Рыбакову было за 90, он признавался, что с возрастом стал забывать, что было 5 дней назад, а вот что было на Руси 500 лет назад, помнит отчетливо во всех деталях. Древние тексты и летописи знал наизусть и с любой строки мог их цитировать. Он мог рассказать буквально, у какого князя бородавка была на носу, это все, как будто он это все видел. Коллеги называли Рыбакова мастером гипотезы. Его научные предположения были смелы, масштабны и хорошо аргументированы. Одна из самых громких гипотезы Рыбакова, неизвестный автор слова о полку Игореве, боярин-летописец Петр Бориславович. Мог ли он создать слово? В 1998 году, за три года до смерти, Борис Рыбаков так об этом говорил. Очень много данных за то, что этот самый Петр Бориславович писал летопись. Мне кажется, что я это нашел, но кажется, что нашел. Но пока что работа рингвистов подтверждает мою гипотезу. Он выдвигал гипотезы не только за письменным столом, но и в экспедициях. Проводил раскопки древнерусских городов в Томатаракане, Любиче, Чернигово. Самое известное – это реконструкция замка в Любиче. Вот к северу от Киева, километров сто, там есть над Днепром высокий такой холм, гора. И на этой горе когда-то стоял огромный княжеский замок, принадлежавший Владимир Мономаху. И вот Рыбаков раскопал остатки этого замка. Его научные труды начинались с амбарной книги. Так Рыбаков называл рукопись, в которой он записывал свои мысли и исследования. Порой историк и сам не знал, чем его рукопись закончится. Конечно, основу он все узнал. И довольно далеко все это поле было вспахано уже. Но он начинал писать, и возникали новые сюжеты, новые открытия. Одна из его главных книг, которую знает почти каждый археолог – «Ремесло Древней Руси». Рыбаков первым доказал, что древнерусские города были крупными центрами ремесленного производства. Эта книга на долгие годы задала направление исследований десяткам археологов, которые занялись различными ремесленными производствами – кузнечным, ювелирным, гончарным. Может, и не все исторические концепции Бориса Рыбакова истинно на 100%. С ними можно соглашаться, можно спорить, как это делали Дмитрий Лихачев и Лев Гумилев, но его гипотезы сложно опровергнуть. Они серьезны, убедительны и останутся в науке. К столетию со дня рождения Бориса Рыбакова сегодня в 20 часов 50 минут телеканал «Культура» покажет документальный фильм «Зима Патриарха».